Есть ли вообще в математике нечто, что является источником случайных чисел? Конечно есть. Дело в том, что последние где-то примерно, ну, где-то начиная с 60-го года обнаружили, что поведение решений, так сказать, регулярных совершенно, дифференциальных уравнений, эти решения ведут себя как случайные процессы. Поэтому, если вы такое решение берете и, так сказать, его каким-то образом дискретизуете, вот вы получаете источник случайных чисел. На этом сейчас строятся даже радиотехнические схемы и прочее, генерируют случайные чиселы. Действительно их можно программировать? В Институте радиоэлектроники Академии науки Москва, там есть люди, которые просто и, так сказать, строят специальные генераторы со стихистическим. Поэтому это источники случайных чисел. Но у них происхождение физическое? В общем, процессы в природе показывают, что они тоже могут быть смущенными, на самом деле. Поэтому, ну, известно, так сказать, что даже движение жидкости, если с большой скоростью, то они, в общем, турбулентные. Турбулентные – это, в общем, другое, так сказать, название того же явления, случайность, скажем так, проявленной другой физической природе. Ну, это вопрос философский, конечно, случайность вносится искусственным образом, потому что что-то не знают, так сказать, и вот это то, что не знают, пытаются описать какими-то случайными, так сказать, добавками. Уравнений, процессы, как бы, но, как показывает вот это вот то, что я говорил в начале, на самом деле, регулярные, так сказать, процессы, которые имеют совершенно регулярное описание, и, так сказать, например, конференциальное уравнение описывается, так сказать, в правой части полиномы второго порядка, уж куда, так сказать, проще. Но, тем не менее, эти процессы фактически являются случайными. Случайность – это немножко другое, это именно другое. Какой-то, как назвать, формализм, неформализм, а вообще нечто, что описывает случайность. Здесь теория вероятности, да, которая очень хорошо развита дисциплина, везде используется, но она, как бы, уже очень сильно развелась, которая занимается… У нее случайность – это массовые явления. Источником случайных чисел, скажем так, что может являться? Например, если мы хотим опять машину обучить… Да, нет, это не сложно. Откуда мы возьмем генератора? Это теория динамических систем. То есть это не обязательно биологический какой-то объект? Нет, 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 нет. Или последствия действия биологического объекта? Нет, это как раз очень развитая наука. Сейчас там такие глубокие тонкости. Очень красивая и важная наука. Она тоже, во-моему, мотивировалась, но не получилась задачей гидродинамики, турбулентности, где все начинается случайно болтаться. Думали, что это подходящая модель. Но нет. Значит, наука, которая, говорится, выберет просто детерминированную динамическую систему, достаточно понятно при каких условиях, она ведет себя как абсолютно случайная. За чуть большее время. Ну, если чуть-чуть подождать, за малое время все очень детерминированно. А потом все начинает страшным образом переменять. Это источник. Это научились доказывать. И там очень конкретные, абсолютно строгие, красивые методы. Это то, что здесь у нас есть замечательные специалисты по этой новой, которые вам хорошо все расскажут. Тетричев и Дима, директор института стеклова академика. Ну, Калмогоров это немножко подтолкнуло. А потом его ученики и последователи были теми, кто это здесь развивали. И близкие к нему люди, да. Понял. Это в России очень развитая наука. И среди иммигрантов российских тоже, которые научили этим говорить. Было и в Америке будто параллельно с самого начала. Вот. Это как раз прекрасный предмет, совершенно строгий. Вы можете говорить, в каком смысле это все случайно. Да. Но этот тип случайности, это связан... То есть случайность можно получить искусственно, громко говоря. Да, да, да. За строго заданный интервал времени. Да. И со всеми, со всеми правилами, параметрами. Да. С помощью детерминированного абсолютно процесса. Вот просто шаг за шагом вы делаете совершенно четкую процедуру. И через некоторое время, которое теперь уже и количественно можно оценить, она себя ведет как случайная величина с каким угодно распределением вероятностей. Значит, ну вот вы берете просто квадрат, на нем нарисован рисунок. Да. Очень четкий. Кошка. Вот он нарисовал кошку. Вы растягиваете этот квадрат два раза в одном направлении и сжимаете в другом. Потом вы складываете это все. Потом вы делаете тоже и смотрите, какой у вас получился рисунок. Ну, как будто оно накладывается на другую. Это преобразование. Вы делаете преобразование как квадрат или какой-то обыск, который устроен так. В одном направлении оно все растягивает, а в другом все сжимает. И если вы делаете это много раз, то у вас все начинает очень пухаться, мешаться, превращается в чудовищный хаос. Вы даже сможете количественно оценить. У вас это ухо этой кошки распределено становится по всему квадрату. А источником рисунка является художник, который для этого живым существом. Нет, нет, нет. Это вы совершенно неправильно говорите. Идея в том, что чего бы вы не нарисовали, оно перепутает рисунок только для того, чтобы видеть. Не согласен. Если вы берете алгоритм складывания пополам, и я нарисую там квадрат ровный такой же, то у меня не будет случайности. У меня линии сложатся одна на другую. Не будет никакого перемешивания. Если вы чуть-чуть этот квадратик деформируете, уже будет чудовищная случайность. И в этом, да, и вот в этом, собственно... Кто его будет деформировать? Вот в чем вопрос. Сейчас я вам объясню. Собственно, это и есть объяснение, как в природе это возникает. Например, этим же явлением объясняется то, что прогноз погоды долговременный. Невозможен. Больше, чем на неделю, можно строго доказать. Поэтому, если вам дают прогноз на месяц, вы можете сразу решить, что это не прогноз. Это просто некая статистика. В погоде участвует солнце, а на солнце много тоже случается процесс. Нет, нет, это статистика за прошлые годы и все. Это не прогноз вообще, не имеет никакого отношения к тому. На три дня можно более-менее прилично, а три дня можно очень неплохо доказать. На неделю со скрипом, но никак не больше. С каким-нибудь суперкомпьютерами. На три дня очень неплохо и четко. Дальше сразу начинает расползаться. А больше, чем неделю, все, уже не о чем говорить. То есть, ситуация откуда возникает случайно. У вас вроде бы все развивается детерминированно, но крошечные изменения в начальных условиях, а все начальные условия меряются. Даже ваш художник, если вам рука чуть-чуть дрогнет. Она должна дрогнуть. Через десяток шагов у вас малейшая вот эта крошечная ошибочка, она превращается во что-то невообразимое и перемешивает все. Вот так возникает случайно. Ну, я понял. Спасибо. У меня есть что возразить на такую формулировку. Просто дело в том, что если рука дрогнет у художника, или опять-таки сам художник, который это рисует, он сам будет источником этой случайности. Потому что он задает эту линию изначально. Мы не можем рассматривать источником уже нарисованную линию, потому что это не первый источник. Случайность возникает из-за того, что все задано все-таки не совсем точно. Всегда. Откуда ее взять? Это природа вещей. Откуда ее взять? Если я хочу заведомую случайность получить? Она будет заведомой. И даже вот независимо от того, с чего вы начнете, если вы только чуть-чуть размазали, ну, сколько угодно начните, результат будет одинаковый. Вот главный результат. Это называется эргодичность. Вот главный результат этой науки. У вас все. Это очень важно. А результат не зависит от начальных условий, куда вы придете через какое-то время. Ну, достаточно большое. Иногда очень большое. Иногда вообще не зависит. Все перепутывается настолько, что никакой информации от источника не остается вообще. В этом и состоит случайность. Хорошо. Вот к вопросу о дискретности и непрерывности. Поскольку я занимаюсь математическим моделированием, я очень часто задаю вопрос, а почему модель непрерывная? А почему модель недискретная? И в биологических моделях это вопрос по существу. Поскольку, ну вот, если мы занимаемся размножением микробов, там все понятно. Там есть очень похожие на физические, статистические процессы среда. И понятно, что там непрерывная модель должна работать хорошо. Но когда речь идет о животных, например, о слонах, которые рождаются не часто, о китах или о людях, когда речь идет о динамике развития популяции человека, то возникает вопрос, вот почему непрерывная динамика, почему не дискретная, этот вопрос по существу. А как у вас больше получается находить ответы случайным образом? Неожиданных вещей, случайно, чтобы у головы пришло какое-то решение, такое не бывает. На самом деле, это вот, значит, если начинаешь думать над каким-то, над какой-то задачей, математической задачей начинаешь думать, и если у тебя ничего не получается, вот надо откладывать эту задачу и переходить к другу. Но свойство человеческого мозга заключается в том, что, вот мне кажется, во всяком случае, независимо от того, целенаправленно ты этой задачей интересуешься или уже отложил эту задачу, мозг работает над этим. То есть, главное ее поставить для себя, да? Ну, поставить и довольно долго мучиться, что вот так должно получиться, а почему не получается. И это приводит к тому, что вот ни с того ни с сего задача, которую вот хотел решать, там, шесть месяцев назад или год назад или десять лет назад, бывает и такое, вдруг среди ночи просыпаешься и понимаешь, как это делать надо. Некоторые говорят, что на прогулке расслабляюсь, например, на лыжной. Получается так, что как будто кажется, это только кажется, что вот случайное решение пришло, а на самом деле над этим уже долго. Наверное, приходит какое-то не совсем решение, а путь решения, а потом уже садишься уже явно работать и уже прорабатываешь уже непосредственно и детально, да? Да, да. Это вот надо, значит, найти, как поступать. Вот как поступать. Когда пытаешься решать какую-то задачу, вот надо, значит, придумать механизм, с помощью которого ты ответ получишь. Этот механизм может оказаться, что ты где-то там, по каким-то способам, например, можно извлекать корень, а ты это не замечаешь, без корня продолжаешь, без извлечения квадратного корня продолжаешь, а вот через 5-6 месяцев, когда заново возвращаешься к этой задаче, догадываешься, что вот таким способом, если бы корень можно извлекал, получилось бы правильный, хороший, нужный ответ. Надо себя воспитывать с самого начала, со студенческой века, чтобы именно направлять свои мысли на решение математических, там биологических, химических задач. Это надо воспитывать себя именно так. Часто себя ловишь в том, что о чем ты думаешь. Нет, нет, о чем ты думаешь. Вот в таких моментах, когда ты обнаруживаешь, что у тебя в голове какие-то мысли, нужно попробовать эти мысли направить. Например, в чем заключается теория Пифагора и как его доказать? Если несколько раз так делать, несколько раз, когда обнаруживаешь, что о чем ты думаешь, целенаправленно думать о конкретных вещах. В том числе можно попробовать соорудить у себя в голове доказательства теоремы Пифагора. Именно готовые доказательства. Ну да, повторить то доказательство, которое в книгах ты читал. Если не получается, ничего страшного. Приходить домой и посмотреть еще раз, как там было написано. А вот если несколько раз так делать, такой опыт с собой проводить, уже дальше не надо, значит, направлять свои мысли. Когда начинаешь, вот такой опыт проводишь, начинаешь думать, вдруг как и раньше, и когда обнаруживаешь, что ты о чем-то думаешь, обнаруживаешь, что ты думаешь о математических задачах. Вот так. Спасибо.